Вот почему я говорю, мы трудимся ради других с добрым сердцем, но попутно обретаем и собственное счастье. Попутно. Так это происходит. Теперь вы понимаете, как попутно приходит и ваше собственное счастье, как приходит успех. Ваше счастье и успех обретаются попутно. Вот почему его святительство Аллама говорит, даже если вы не способны жить, заботиться о других с добрым сердцем, даже если вы не способны вести такую жизнь и хотите в жизни опираться на себелюбие, то пусть это себелюбие по меньшей мере будет разумным. Вы должны жить с разумным себелюбием. Разумное себелюбие – это вот что. Ваша цель здесь обретение собственного счастья. В сердце своем вы думаете не о других, а о своем счастье. Достижение, к которому вы стремитесь – ваше счастье. Но ваше счастье зависит от благой кармы, и вот вы делаете других счастливыми. Чтобы самому стать счастливым, вы приносите счастье другим. Чтобы стать счастливым, вы приносите счастье другим. Совершаете благие дела, накапливаете благую карму, чтобы подарить счастье другим. Вы отказываетесь от неблагой кармы, от причинения вреда другим. Однако цель у вас – собственное счастье. И ради ее достижения вы делаете других счастливыми. Это связано с кармой, с отказом от неблагой кармы и накоплением благой. Это связано с этим, сводится к этому. Вот что значит жить с разумным себелюбием. С разумным. Цель здесь – собственное счастье, а не счастье других. Прежде я говорил, что наша цель – сделать счастливыми других, чье число бесчетно. Но в данном случае целью будет собственное счастье. Счастье одного человека, себя самого. Но если вы хотите добиться в этом успеха, то тут не убежать от кармы. Чтобы добиться успеха, вы должны приносить счастье другим, а не вредить, если хотите стать счастливым. Так что, если не можете посвятить жизнь заботам о других и хотите руководствоваться себелюбием, то, по меньшей мере, пусть это себелюбие будет разумным. Живите с разумным себелюбием. Таков совет Его Святейства Далалама.